Ушел в лес и не вернулся. Летние сводки происшествий пестрят такими заголовками. Навстречу заблудившимся выдвигаются спасатели и волонтеры. Ищут от нескольких минут до нескольких дней. Всегда находят. Живыми или мертвыми. Количество грибных потеряшек за сезон в России измеряется тысячами. В нашем регионе с одинаковой вероятностью теряются и в трех соснах Ивановского района, и в густых чищевых отдаленных муниципалитетах. Спасатели рассказывают только этим летом. Они вывели из леса 20 потерявшихся грибников. Показатель прошлого года 60 человек. Но цифры 2017-го не окончательные. Если сентябрь будет теплым, сезон поиска в лесу продолжится. Составить портрет потенциального потеряшки не так просто. Заблудиться в лесу могут взрослые и дети. К помощи спасателей чаще всех прибегают пенсионеры. Хотя им, а также сердечникам и гипертоникам в чащу ходить не рекомендовано в принципе. Помимо традиционного набора нож, ведро или корзинка, людям все-таки следует сначала, перед походом в лес, ознакомиться с районом, куда они идут. Хотя бы представить, где что находится. Само собой. Он никого, этот аварийный запас никого не обременит, если человек, идущий в лес, будет иметь при себе хотя бы спички непромокаемой упаковки или зажигалку. Желательно небольшой, минимальный запас еды. Там шоколадный батончик или горсть фруктовой смеси. Бутылочка с водой. Захватить с собой нужные лекарства, а также компас или навигатор. Звонить спасателям не нужно стесняться, особенно если жизни что-то угрожает. Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» в нашем регионе с начала года выезжали на розыск нескольких десятков человек. Для заблудившихся у них есть полезные советы. Надо четко представлять перед тем, как звонить, куда вы приехали, составить план разговора. У меня осталось 30%. Этого мне хватит на два часа. Я должен позвонить коротко, сказать, кто я, мои данные, где я проживаю, мой телефон, по которому со мной звонить. Борис состоит в отряде «Лиза-Алерт» с 2012 года. Рассказывает, паника – главный враг человека в лесу. Гребники начинают метаться, идут в обратном правильному направлению. На крики волонтеров не реагируют. Универсальное правило таково – потерялся в лесу, вызвал помощь. Остановись и жди, когда тебя найдут, чтобы поиск не превратился в догонялки. Такие поиски тоже были, когда человек в лес маленький, 2 на 2 километра, человек находится в нем, но у него даже нет сил уже кричать, потому что за 2-3 часа такой вот небольшой паники, да, буреломов, он понял, что все, все силы там оставил, просто сидит уже, горло сорвал и не понимает, что ему дальше делать. То есть нет знаний, как себя вести в случае того, что когда-то потерялся. Ну, элементарные нормы безопасности при выходе в лес. То есть люди не говорят, что они идут в лес. Да вот вроде с корзинку ушел, вроде на улице его видели. А куда пошел? А кто его знает? Никому ничего не сказал. В лес нужно собираться тщательно, подготовившись и все продумав. Одежду выбирать яркую, телефон держать заряженным, в незнакомые места не ходить. Профессионалы поискового ремесла напоминают, никакое удовольствие от тихой охоты не компенсирует часов потраченного времени и миллионов нервных клеток, самого потерявшегося, его родни, спасателей и десятков волонтеров. Мария Смирнова, Анатолий Логинов, Антон Осипов, РТВ Иваново.